Шалом, дорогие друзья, а мы с вами продолжаем упорно готовиться к празднику Шавуат, ко дню дарования Торы. И пусть сегодняшний урок будет посвящен для удачи Йосеф Ицхад, Бен Михаил, пускай Всевышний всегда-всегда будет с ним и пошлет ему удачу во всех делах. Итак, мы знаем, что когда Муша Рабейну получил Тору на горе Синай, он пришел к нам с двумя скрижалями. На первой скрижале были те заповеди, которые касаются отношений человека и Всевышнего. Я Бог ваш, не делайте идолов, соблюдайте шаббат и так далее. На второй скрижале это те заповеди, которые относятся к человеку и человеку, между людьми, как мы должны себя вести. Не убей, не укради, не возживай и так далее. Очень четкое разделение. Две скрижали и две такие вот плоскости. Человек и Бог и люди между собой. Говорят нам наши мудрецы, обратите внимание, что на первой скрижале очень-очень много текста. Я Бог ваш, который выявил вас из Египта, не делайте себе там идолов, не поклоняйтесь никаким изображениям и так далее, и так далее. Соблюдай день шаббат, не пускай отдыхает ты, твоя жена, твои дети, твои рабы, животные, пускай все отдыхают. Очень-очень-очень много текста на первой скрижале. На второй скрижале очень мало текста. Не убей, два слова, не укради. Очень-очень мало текста. И говорят нам наши мудрецы, что что получается? Что когда человек увидел скрижали, он увидел, что та скрижаль, которая занимается заповедями между человеком и Всевышним, там текст очень-очень мелко написан, потому что там очень много текста. Вторая скрижаль, которая занимается заповедями между людьми, там текст очень крупный, потому что текста мало. и много-много места свободного. И зачем, почему так Всевышний сделал? Чтобы каждый человек, когда увидел эти скрижали, и начал думать, а что же Всевышнему важнее, наши отношения с Ним или наши отношения между собой? И многие бы сказали, ну, конечно, Богу важнее, как мы относимся к Нему, и как трепетно мы соблюдаем заповеди между нами и Ним. Но Всевышний считает иначе. Всевышнему намного важнее, как мы относимся друг к другу. Именно поэтому на второй скрижале, которая занимается вот этой сферой деятельности, все слова большими буквами. Не убей, не укради, не возживай. Крупно было написано, чтобы оно сразу бросалось в глаза, и ты понял, что Богу важнее, как вы относитесь между собой. Написано, что когда даже были такие времена, когда люди были идолопоклонниками, но они жили в полнейшей гармонии. Почему? Потому что они мирно жили между собой и выполняли строго и четко все заповеди, которые касаются людей. Всевышнему эта сфера намного-намного важнее. Также сказано, что Всевышний делает абсолютные открытые чудеса человеку, который на 100% никого не обижает и соблюдает вот эту сферу Бен Адам Лехаверо, сферу заповедей между людьми на 100%. Не ту сферу заповедей, которая между нами и Богом, которая тоже, безусловно, безусловно, очень важна. Но именно те заповеди, которые касаются между мной и другими людьми, если мы это выполняем на 100%, Бог делает нам открытые чудеса. Настолько это важно. И казалось бы, опять же, что Всевышнему важнее, то, что мы, как мы относимся к Нему. Но нет, не убей, не укради, не возживай. Крупно было написано. Меньше сделал Бог там текста, чтобы ты сразу понял приоритеты. Приоритеты – это относиться хорошо к каждому человеку. Каждый человек создан по образу и подобию Творца. У каждого человека есть какая-то миссия. Каждый создан для чего-то. И Всевышнему он очень дорог. И поэтому запрещено его обижать, и нужно ему помогать. И это вот большой-большой-большой урок, который нам показал Мошер Абейну, как только он спустился с горы. Первое, что мы увидели, что крупный текст был именно этой категории заповеди, к которым нужно так трепетно относиться. Спасибо огромное за внимание. Будем дальше вместе готовиться к празднику Шавот. Хак Самех!